Всем добрый вечер. Мы начнем нашу лекцию. Сейчас я проверю, что кликер работает. Супер. Тема лекции заявлена «Как машины думают?» или «Что такое искусственный интеллект?». Мне бы хотелось с вами провести эту лекцию в формате некого диалога. Вы не против? Нет, никто не возражает. Супер, только за. Да, уже вечер, вы, наверное, подустали от уроков, пару информации. Но здесь лекция такого развлекательного немного характера. Я расскажу, что такое искусственный интеллект и где он применяется в нашем мире. Давайте ваши ожидания от лекции вы выскажите. Вы прочитали это название, и у вас в голове какие-то мысли родились по тому, а что здесь вообще будет. Давайте пару человек, только не стесняйтесь, пожалуйста, поднимайте руки. И давайте скажите что-нибудь. Давай. Я хотел узнать, как именно работает искусственный интеллект, а не то, что он может делать. Как именно работает. Хорошо. Я думаю, что мы для этого оставим в конце лекции минут 15-20, и мы об этом как раз поговорим. Есть еще какие-то ожидания? Давайте, ребят, не стесняемся. Включаемся, активненько здесь еще много вопросов будет. Спасибо. Давай, вот парень, в серой футболке ты только что пришел. Какие ожидания от лекции? Ну, не знать больше искусственный интеллект. Ну, как бы, знаешь, для чего вообще нужно, для чего разрабатывают. Ага. Ну и как бы, что вообще-то может быть. Хорошо, отлично. На эти вопросы точно будут ответы. Давайте, девушки, одна из вас. Кто-нибудь смелая, самая. Давайте, можете коллективно сформулировать. Давайте, три-два раз, отвечайте. Отвечает девушка справа. Я ждала, знаю, что такое ощущение искусственное, как оно работает. И, скажем, ну, естественно, что это может, да. Хорошо. Да. Я ждала узнать, насколько умный может быть искусственный интеллект, и может быть искусственный интеллект превзойти интеллект к самому человеку. Хорошо. Затронем. Ну, супер. Примерно понял. Вот. Давайте теперь немножко познакомимся. Вот. Кто такой я, да? Вот я перед вами тут выступаю. Я выпускник факультета управления прикладной математикой этого института, физтеха, да. Я заканчивал специализацию интеллектуальный анализ данных на кафедре интеллектуальных систем. Это кафедра, которая сейчас входит в топ-1 рейтинг кафедр вообще базовых, которые есть в МФТИ. Кто знаком с устройством МФТИ, что есть школы, факультеты, кафедры базовые на базовых организациях? Поднимите руку. Мало кто знаком, да? Мало кто знаком? Отлично. Когда я вкратце в двух словах скажу. Вот у нас есть школа, школа прикладной математики и информатики, да, в частности, в которую вхожу я как преподаватель, студент. Там есть два факультета управления прикладной математикой. Это больше про теорию, про математику, про алгоритмы. А есть факультет инноваций и высоких технологий. Это про IT, про программирование, про системы прикладные такие. Но на каждом из факультетов есть такой микс обоих дисциплин. Ну и, соответственно, есть базовые организации. Кто знает компанию Яндекс? Замечательно. Все знают. Эбби, 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 Эбби. Ну там мало уже. А Парвелс знает кто-нибудь? Парвелс? А Кроникс? Нет, не знаете. Но если будете поступать на специализации, связанные с IT, узнаете. Вот это одни из самых крупных IT-компаний, которые начали развиваться в России. Вот. И являются лидерами рынка в каких-то своих областях. Соответственно, это базовые организации, МФТИ в том числе. Есть также РАН, Российская Академия Наук. Кто слышал? Ну все слышали, в новостях часто встречаются. Новости, да, про эту организацию. Там тоже есть много-много направлений. Это уже такие прикладные лаборатории, научные институты, которые исследуют различные проблемы науки. И, соответственно, это тоже базовые организации. И на третьем курсе я, как студент, выбрал пойти на одну из базовых организаций. То есть было распределение, я такой, а куда идти? Ну вот была кафедра интеллектуальной системы, там была специализация интеллектуальный анализ данных. То есть это называлось не искусственный интеллект, да, а интеллектуальный анализ данных. Потому что вся работа вокруг данных происходит. Ну и, соответственно, туда я пошел. Соответственно, сейчас я являюсь менеджером проектов в лаборатории машинного интеллекта в МФТИ. Также ее руководителем является Константин Вячеславович Воронцов. Если кому-то интересно именно погрузиться в анализ данных, в искусственный интеллект, это один из лучших преподавателей, который самые понятные и самые такие общие курсы по этой дисциплине читает. Если кому-то будет интересно, после лекции я еще раз напишу его там фамилию на доске, и можно будет его курс посмотреть. Это если кому-то интересно. Вот, и сейчас, соответственно, хотелось бы немножко с вами познакомиться. Какие здесь классы присутствуют? Вот, давайте. Десятый. Десятый. Давайте помните. Седьмой, восьмой, десятый, девятый есть? Нет. Седьмой есть? Девятый. Седьмой есть? А, мне послышалось, значит, восьмой. Восьмой и десятый, да, значит, два класса у нас. Отлично. Ну, я думаю, для обоих классов будет интересно, хотя немножко сильно различается по уровню математики, да, развитием. Соответственно, кто вообще планировал, где он будет работать? Ну, вот так, через несколько лет. Кто-то через шесть, десять лет, да? Вот. Кто в банках хочет работать? В банках есть кто-нибудь? В банке банкиром быть, там, финансистом, аналитиком, аналитиком в банке, нет? Хочешь, вот ты хочешь. Может быть, тогда столкнешься. Кто хочет в IT-компании типа Яндекса, Гугла, Фейсбука работать? Большинство. Супер. Значит, с IT-сферой знакомы. Программируйте? На чем? Си. Питон. 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 Услышал Питон. Один из основных языков программирования, на котором происходит разработка в сфере искусственный интеллект, это Питон. Ну, так сложилось, я не знаю почему, но сложилось. Вот. Ну, и, соответственно, еще часть библиотек пишется на плюсах, чтобы потом импортировать в Питон. Вот. Ну, соответственно, пойдем дальше. По плану лекции, да? Чего мы сегодня пройдем? Что такое искусственный интеллект? АИ это Artificial Intelligence, да? Всем понятно? У нас супер. Вот. Как распознать АИ? То есть, когда мы определили, а что такое искусственный интеллект вообще, как понятие, да, которого мы хотим достичь в каком-то приближении, то вот у нас что-то это будет, мы этого достигнем, а как вообще понять, вот то, что мы достигли, это искусственный интеллект или это еще не дотягивает до искусственный интеллект? Это такой вопрос, который волнует очень многих ученых сейчас, да, потому что вроде кто-то достиг, а кто-то не достиг, и вот непонятно, как валидировать. Дальше мы окунемся немножко так, буквально на один слайдик в историю того, как это развивалось, на примерах таких игровых ситуаций с искусственным интеллектом. Затем я расскажу о прикладных моментах применения искусственного интеллекта вообще, где это присутствует в нашей жизни, где это нас окружает. Немножко поговорим, я послушаю ваши мысли, а куда это дальше пойдет, да, то есть, что ждет нас в будущем. Буквально тоже в разрезе одного слайда рассмотрим опасности искусственного интеллекта, откуда вообще эти мысли идут, что искусственный интеллект опасен, действительно ли это так, и что поменяется в нашем мире из-за его применения в жизни. Ну и, соответственно, немножко попрактикуемся в искусственном интеллекте на примере пары-тройки задач, которые, я думаю, будут интересны. Ну, что такое искусственный интеллект? Для начала, ну, к сожалению, картинки я сделал очень такие классные, суперски, но на темном фоне, а проектор плохо его передает, поэтому... Цвет выключить? Может кто-нибудь выключить, а то я как бы привязан немножко. Хотя, или в камеру будет плохо видно, наверное, да? Нормально, можешь выключить, пожалуйста? Давайте ваши мысли. Поднимаем руки, так лучше видно, да? Ну, супер. Давайте ваши мысли, что такое искусственный интеллект? Кто сталкивался с этим понятием? Кто сталкивался с этим понятием? Супер, давай вот. Теперь не ты, а твой сосед. Нет, 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 вот, 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 парень поднял, да, руку. Да, ты поднял руку ведь? Да, давай, теперь выскажи мысли, какие у тебя есть, что такое искусственный интеллект. Нет, 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 вот, 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 да, 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 давай, не стесняйся, здесь все свои. Хорошо, компьютер способен, знаете, мыслительные операции, так же, как и человек. Хорошо, одно определение, давайте кто-нибудь другое, давай. Алгоритм, который сам себя пишет, интересно. Так, еще какие-нибудь варианты. Давайте, кто поднимал руки, что сталкивался? Давай ты. Да, но я хочу тебя спросить. Хорошо. Ну, в моем понятии, искусственный интеллект это отображение человеческого интеллекта только в машинном коде. Угу, хорошо, человеческий интеллект в машинном коде. Кто-нибудь еще хочет? Ну, не стесняйтесь. По глазам вижу, что ты хочешь. Мне кажется, это некий алгоритм, некий пот, который, может, способен к обучению, способен к выполнению чего-либо, вне зависимости от действий человека. Угу, хорошо. Способен к чему-либо, отлично. Ну, я так, чуть-чуть выписал несколько вещей, которые взаимосвязаны между собой. То есть, во-первых, что такое интеллект? Интеллект – это способность обучаться и решать проблемы. То есть, человеческий интеллект – это способность человека обучаться чему-то и решать конкретно поставленные проблемы. Вот. Соответственно, искусственный интеллект – это тот интеллект, который проявлен в машине, да, то есть, в чем-то искусственном, которое не имеет отношения ни к человеческому, ни к животному происхождению, да. Это может быть как программный код. Ну, это в основном программный код, но он может быть завернут там в компьютер, да, это какой-то механизм, либо это робот, это тот же самый компьютер, но уже который может определенным образом взаимодействовать с миром. Ну, и, соответственно, есть еще несколько понятий, которые введены теми, кто, собственно, разрабатывает искусственный интеллект. Это первое – изучение интеллектуальных агентов. Кто такой интеллектуальный агент? Это некое устройство, которое погружено в среду и которое может с ней взаимодействовать, да. Простой пример – кто играет в компьютерные игры? Супер, практически все играют. Во всяком случае, мужская половина. Не половина, конечно, чуть побольше. Соответственно, это некая среда, да. В играх есть боты, да. Соответственно, они могут каким-то образом описывать искусственный интеллект, потому что они погружены в эту среду. Что самое главное – они с ней взаимодействуют, они ее как-то могут изучать правильно. Какие самые любимые ваши игры? Давайте два варианта какие-нибудь. Может, я что-то знаю про них. Марио. Марио. Так, хорошо. Что еще? Давайте второй вариант. Power Watch. Power Watch. Это не знаю. Ну, к сожалению, я уже давно не играю в компьютерные игры, а насколько я знаю, она будет менее такая современная, да. Ну, Марио, да, в школе играл. Там вот боты – это были вот грибки, которые бегают и взаимодействуют с окружающей средой. Почему они как-то взаимодействуют, да? Они, во-первых, изучают ее, то есть между… Ну, кто играл в Марио вообще? Кто представляет, что это за игра? Вот. Хорошо, представление все имеют. Соответственно, там есть вот эти два столбика, и грибок, который бегает, он, в принципе, изучает среду, потому что вот есть правый столбик, есть левый столбик, и он как-то между ними ходит туда-сюда. И, соответственно, взаимодействует со средой, потому что он сталкивается с этими столбиками, он разворачивается, и также он может убить главного героя, да. Получается, он взаимодействует со средой и познает ее. Вот. И при этом, что самое важное в искусственном интеллекте, он должен максимизировать свой успех. То есть вот этот агент, который находится в среде, он должен максимизировать свой успех. Что это значит? Значит, кто знает про роботов-пылесосов, которые по квартире ездят и пылесосят квартиру? Да, все. Супер. Вот как вы думаете, какой функционал качества он оптимизирует, когда он вот это все проделывает? Давайте даже начнем с другого. Что он изучает? Давайте вариант. Поверхность. Поверхность. Он изучает помещение. Помещение. Давай. Ему еще надо ответить. Неровности пола от мусора. Неровности пола от мусора. Хорошо. Хорошо, да. Но все равно познание среды это анализ какой-то в любом случае. То есть он должен идентифицировать стену, он должен идентифицировать мусор, он должен идентифицировать маленькие порожки. Вот. Как он взаимодействует со средой? Давайте так же. Он пылесосит. Пылесосит. Ну, засасывает воздух. Ездит. Но строит маршрут. Строит маршрут. Строит маршрут. И он строит датчики движения. Через датчики движения так же он взаимодействует. То есть он вообще строит у себя в таком сознании, сложно это назвать сознанием, но вот какую-то карту местности, по которой он должен двигаться. А какой функционал качества он будет оптимизировать? Вот что еще для него успех? Идеально убранная комната. Смотри, здесь пылесос не знает, что такое идеально убранная комната. Он, например, не может убрать брюки в шкаф. Да, то есть вот... Произвучить все площадь пола. Вот, да, вся площадь пола, да, хороший вариант, потому что у него есть гипотеза, что если он по одному какому-то участку пола проехал, то этот участок пола, он чистый, правильно? То есть он пылесосил оттуда весь мусор. Соответственно, когда его запустили, ему нужно проехать по каждому такому участку. Соответственно, он должен проехать по всему полу, по всей поверхности, покрыть, ну, полное покрытие, да. Соответственно, если он это сделает, то он поведет к успеху. Для этого он должен познать среду вообще, понять, а где пол, по которому ему нужно ехать. И далее он будет каким-то образом вот этот успех достигать. Вот здесь еще разные алгоритмы познания, да, есть. Он может просто случайным образом как-то вначале ездить, построить какую-то карту себе. И это относится к обучению систем. Вот это про то, что ты как раз спрашивал. Вот. Ну вот, вроде мы так чуть-чуть прикинули, какие понятия есть. Ну и здесь есть там три свойства, которые должны, в принципе, выполняться. Это искусственный интеллект должен решать проблемы. То есть если он не решает какую-то проблему, которая поставлена, то, скорее всего, это не интеллект. Хотя может быть искусственный, да. Дальше действовать рационально. Он должен достигать успеха рациональным путем, да. То есть если он какой-то бред делает, который вообще непонятно. То есть вот, например, если в компьютерной игре грибок бы стоял на месте, это было бы рациональное поведение? Ну нет, точно это не искусственный интеллект, он вообще ничем не делает. Ну и, соответственно, поведение должно быть каким-то образом схоже с человеческим поведением. Вот. Об этом мы тоже чуть-чуть дальше поговорим. А чуть-чуть дальше это на следующем слайде. Вообще как... Ну вот, мы сказали, что это какой-то искусственный механизм, который не вообще относится никак к человеку, к его деятельности. Это вот какое-то механизированное устройство. Компьютер, робот, неважно. Который вот обладает теми свойствами, о которых мы поговорили. А как вообще отличить вот этот вот искусственный интеллект или неискусственный интеллект? Давайте ваши варианты. Да. Искусственный интеллект может быть не запрограммирован на ошибки, а человеку свойственно сделать ошибки? Так, а как понять вот то, что перед нами, ну, запрограммировано на ошибки или нет? Как мы будем понимать? Вот перед нами черная коробка какая-то. Она может принимать что-то на вход. Ну, здесь почему я так говорю? Любой механизм – это черная коробка, представим в виде черной коробки, у которой есть вход. Вход – это информация о внешней среде какая-то, а выход – это взаимодействие с внешней средой. Соответственно, вопрос, как вот мы поймем, что вот эта черная коробка, которая перед нами стоит, это искусственный интеллект? Ну, давайте, ребята, какие-нибудь вариантики накидывайте. Нету оптимального варианта, может быть? Оптимального варианта чего нету? Для распознать отличие искусственного интеллекта? Ну, скорее всего, оптимального нет. Есть какие-то варианты. Вот я хочу понять, от чего вы думаете это за варианты вообще. Да. Ну, мне кажется, черная коробка должна обучаться и с каждым разом вводить все более точное, как не дано. Должна обучаться, хорошо. Так, хороший вариант. Дальше. Ну, искусственный интеллект создан человеком, а не искусственный не создан человеком. Так, и что это значит? Ну, то есть, искусственный интеллект сам человек создает, то есть, он может задать ему определенный алгоритм анализа, а у не искусственного интеллекта нету определенного алгоритма, по которому он анализирует. Так, но давай вернемся к вопросу, как мы поймем, что вот черная коробка, которая перед нами, это искусственный интеллект? Ну, если она создана человеком, то это искусственный интеллект. А, все, я понял, да. Все, все создано человеком, да, что относится к алгоритмам сейчас, по сути, но не все является искусственным интеллектом. Нам нужно понять, а как различить вот то, что является, от того, что не является, но в критериях того, что, естественно, это создан человеком. Давайте чуть упрощу вам задачу. Допустим, это диалоговый агент. Нет, что это такое, это, ну, чат-бот, да, вот вы с ним можете общаться, среда это вы для него, то есть он познает вас, и, в принципе, вот как взаимодействие со средой происходит, это он выплевывает фразы в ответ на ваши фразы. Как мы в этом случае будем понимать, а вот этот диалоговый агент является разговорным искусственным интеллектом или не является? Мы будем анализировать и подсознательно и сравнивать со своими диалогами, которые у нас происходили с реальными людьми, и сравнивать вопросы и ответы примерно. Если будет нелогично, то можно будет предположить, что это искусственный интеллект. Хорошо, хорошо, да, это как раз один из вариантов, это называется тест тюринга. Кто знаком с этим понятием? Так, супер. Ну, ты отсюда говорил, да, про тест тюринга, по сути? Да, ну да. Давай ты опишешь тогда, что такое тест тюринга. То есть тюринга, он, по сути, должен определять, является ли искусственный интеллект достаточно обученным, кажется, ну или интеллектом по-настоящему. То есть, друг человека и заставляет, скажем так, общаться его с двумя собеседниками, одним из которых является компьютер, а другим человеком. Его задача, задача компьютера, не выдать себя, и под конец игры вот этот основной герой должен сказать, кто из них является человеком, а кто компьютером. Если компьютер под конец игры никак себя не выдаст, и человек скажет, что он есть тот же человек, а не человек покажется, что он компьютер, это определит то, что компьютер действительно является существующим. Да, супер. Все правильно. И что здесь важно, над что я хочу обратить внимание. В данном определении, вообще отличии искусственного интеллекта от того, что не является им, нет варианта, что искусственный интеллект отвечает на все вопросы правильно. То есть, если человек задает ему какой-то необычный вопрос, то он не обязательно ответит правильно. Он может просто сказать, что я не знаю. Это будет тоже нормальным поведением для искусственного интеллекта. То есть, в этом представлении это не такая магическая коробка, которая отвечает абсолютно на все. Это достаточно важный момент. И именно про тест Тьюринга я хочу сказать, что он даже сейчас является основным показателем. То есть, если посмотреть, вот есть у нас лаборатория iPavlov. Кто слышал про эту лабораторию что-нибудь? Не слышали? Окей. Лаборатория, которая получила большое финансирование от Сбербанка и от министерства на разработку разговорного искусственного интеллекта. Это открытые библиотеки по искусственному интеллекту, которые может воспользоваться любой желающий. Они сейчас разрабатывают ее, несколько первых версий есть. Они проводят на НИПСе. НИПС – это одна из таких очень крупных конференций по машинному обучению по искусственному интеллекту. Они там проводят конкурс как раз на ведение диалогов. И даже сейчас тест Тьюринга – это основной тест, который выставляет скоринговые баллы для всех моделей. То есть, его сейчас применяют и особо ничего лучше, чем это люди не придумали. Есть тесты, которые позволяют отсеять совсем шлак от того, что получше, но такие уже тонкие моменты, что есть два алгоритма – один хороший, другой еще получше – они уже не могут отличить. История искусственного интеллекта теперь вот. Кто что-нибудь знает про то, как развивался искусственный интеллект? Какие-то примеры из истории давайте. Факты, новости. Да все слышали что-нибудь. Вы все такие погрустневшие на этом вопросе. Давайте. Кто слышал, что альфа-го, искусственный интеллект, все дела? Нет? Ну, это-то да. Ну, вот одно из таких основных событий недавнего времени – то, что компьютерная программа победила человека в игре го. Здесь чуть так все погрустнее. Вот. Здесь я даже посмотрю на слайд. Вот конференция, да, которая была в 1956 году, там вообще зародилось понятие искусственного интеллекта. Вот. То есть это сколько у нас? 62 года назад. 62 года назад родилось это понятие, и оно начало существовать среди ученых. То есть искусственный интеллект – это не что-то новое, а вот что-то, что тогда было запретено. Соответственно, в IBM затем, ну, в крупных технологических компаниях, естественно, это развивалось. Начали сначала производиться какие-то алгоритмы, которые носили, по сути, развлекательный характер. Почему развлекательный? Потому что они в играх участвовали. Они каким-то образом взаимодействовали с человеком в игре шахматы, например, да, потом альфа-го сейчас. И, соответственно, есть еще, кто слышал про Atari Games? Кто знает игры Atari? За то, что в автоматах были вот вверх-вниз-влев-правой кнопочкой стрелять. Вот эти вот все игры, да, супер. Ну, ты, наверное, слышал тогда, что написали алгоритмы, которые основаны на технологии reinforcement learning, которые выигрывают человека там в более чем половине этих игр, вот. Устанавливают мировые какие-то рекорды. Вот. Ну, соответственно, здесь на самом деле это мало всем интересно, наверное. Здесь есть несколько важных моментов, которые хотелось бы указать. Один из них связан с распознаванием картинок и образов. Ты, наверное, тоже слышал про то, что искусственный интеллект определенное время назад превзошел человека в этом соревновании. Что это за соревнование? Брали очень-очень много картинок. Там больше тысячи классов. Там собаки, кошки, лягушки. Ну, все-все-все, что вообще есть. Это все фоткалось, фоткалось, фоткалось. Потом люди обучались проставлять вот эти значки, что это собака, такой это породы. И вот такая подразновидность этой породы. И потом это все сравнивалось с тем, как алгоритмы все классифицируют. И, по-моему, три года назад или два, ну, вот, когда-то там определенное время назад уже написали алгоритмы, которые превзошли человека в этом соревновании. А в этом году даже, либо в этом, либо в следующем, это соревнование уже не проводят, потому что не видят смысла, потому что алгоритмы уже давно превзошли на хорошую черту. Ну, и все. Получаются определенные задачи уже искусственным интеллектом закрыты. И искусственный интеллект в каких-то задачах даже лучше, чем человек взаимодействует с этим миром. Вот. Ну, теперь перейдем к... Да, темненькая картиночка. Перейдем к вообще примерам из жизни. Давайте я сначала ваши варианты спрошу, а где вы сталкиваетесь с искусственным интеллектом, как вы его понимаете? Вот в ежедневной жизни. Алиса. Алиса. Вот ты вот прям ежедневно сталкиваешься с Алисой. Сири. Да? Сири, да, хороший пример, потому что почти каждый день даже я пользуюсь там... Поставь напоминание на такое-то время, да, ставь напоминание, очень удобно. Например, пылесос, можешь что-то с искусственным интеллектом? Возвращаемся к определению, да. Если вот есть вот эти наличия, то согласно определению можно. Мы здесь работаем все-таки внутри определений. С одной стороны, мне, как тому, кто пишет там алгоритмы, которые влияют как-то сильно на какие-то большие процессы, да, бизнесовые в крупных компаниях, мне очень хочется считать какой-то умный пылесос, который ездит, да, там, искусственным интеллектом. Но по сути это так, это искусственный интеллект и всякие такие штуки. В общем, похоже, да. Да, ну, может, и чайник можно назвать искусственным? Чайник? Да. Ну, а чинализирует там температуру? Хороший, да, да, да. Здесь в этом ключе можно зайти очень далеко. Мой научный руководитель, да, на базовой кафедре, когда говорит, а что такое искусственный интеллект вообще? Это что-то, что вообще взаимодействует со средой, может как-то вот взаимодействовать. Он говорит, ну, тогда вот эта кувалда, которая с вами забывает, автоматически тоже в какой-то мере искусственный интеллект. Вот, ну, а действительно есть вот это взаимодействие. И здесь, да, тонкая грань определения, а что мы будем считать, что не считать. Вот. Ну, здесь сложно уже. Вот. Каждый для себя свою грань проводит того, а что он готов считать, а что он не готов считать искусственным интеллектом. Вот. Давайте еще пример из жизни. Да. Автопилот. Автопилот. Хороший пример. Ты, наверное, не сталкиваешься ежедневно с ним. Но кто видел видео от Яндекса по автопилоту? Зимнее. Зимнее, да? Видел. Супер. Ну, я тогда для всех скажу. Круто считать, что вот есть автопилот, который установлен сейчас во многих машинах. Это Тесла, Ауди, Мерседес. Да, они устанавливают, соответственно, такие пилоты, которые являются дорожными ассистентами. Они не совсем автопилоты. Вот. Но недавно Яндекс залил видео в сеть, где машина зимой по московским улицам ехала сама от точки до точки. Почему это сильно удивляет? Да. Потому что, когда есть хороший автобан, по которому машина едет, не так-то сложно сделать какого-то ассистента, который будет регулировать полосу движения. Перестроится, или же будет ехать прямо, или он будет держаться за кем-то, привяжется, да, в паре. Вот. Но сделать машину, которая зимой по московским улицам будет правильно все видеть, правильно думать и правильно вообще действовать в этих обстоятельствах, вот. Это достаточно сложно. И в этом плане Яндекс это молодцы, да. А вот можно на счете вот этого автопилота на машине, который сделали, вопрос задать? Да. Вот. Они тоже учили один момент того, что, если, например, ну просто это один из моментов у вас спорных таких, то что, если столкновение машины с человеком неизбежно, либо с одним человеком машина столкнется, либо с другим, типа, машина паркует на уградо играться и цифровое. Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос, вот. Но да, интересно задать в Яндексе. Но я думаю, они не ответят тоже. Ну, или, соответственно, что они не предусмотрели таких вариантов. Скорее всего, этого не было в обучении, а значит машина, ну просто случайным образом себя действительно поведет. И, скорее всего, он собьет обоих. Ну, здесь уже зависит от того, как они действительно идут. Но если есть вариант, что собьет обоих, то есть вероятность, что такой вариант реализуется. Ну, относительно. Ладно, давайте перейдем к примерам, которые я уже, да, загенерировал. Они больше связаны с Америкой. Почему с Америкой? Потому что там технологии роботизации и бизнес-процессов лучше поставлены, чем в России. Ну, там некоторые примеры из Европы, естественно, да. Ну, в частности, вот эта фабрика по производству автомобилей Тесла. Вот. Это конвейерное производство. Кто знает вообще, когда появилось конвейерное производство? Ну, Фортвелл. Фортвелл, правильно. Ну, там примерно Форт, да. Это один из первых таких глобальных примеров того, как вводилось это производство. Какие мелкие факторы могут повлиять на результативность и эффективность каждого технологического бизнес-процесса. И на самом деле, всем рекомендую прочитать книжку Генри Форт «Моя жизнь, мои достижения». По-моему, она так называется. Не помнишь? Не читал? Ну, вот Генри Форт «Моя жизнь, мои достижения» или как-то так. Очень интересно с точки зрения вообще того, как бизнес-процессы строятся в производстве. И как может действительно уровень полки от пола, да, повлиять на то, какое количество продукции выпускает один рабочий. Это такие мелкие моменты. Кстати, вот на этом я хочу чуть-чуть остановиться. Когда сейчас в современном мире есть вокруг искусственного интеллекта такой хайп, да, что вот люди говорят, мы хотим в себе в бизнес развиваться искусственный интеллект, чтобы он решал наши проблемы. А давайте вот сделаем то, давайте сделаем все. И к нам они приходят и говорят, вот мы хотим, мы хотим, а они не знают, чего они хотят даже, да. То есть мы общаемся с заказчиками, которые говорят, что нам нужен искусственный интеллект, чтобы заработать больше денег. Вот. И мы такие, ну окей, а что вы хотите? Ну, конкретнее. Вот. И здесь включается такой момент, что искусственный интеллект очень хорошо работает там, где бизнес-процесс понятен. То есть полностью понятна технологическая цепочка. Второе. Это технологическая цепочка за счет стандартных методов автоматизации доведена до максимума производительности. И третье. Нужно дополнительно сделать 1-2-5% качества или наращивание оборота, да, ну от чего-то. 1-2-5% буквально. И это даст хорошую экономическую эффективность. Тогда искусственный интеллект хорошо работает. Но если мы возьмем вот эту конвейерную цепочку, и там будут рабочие стоять, а не роботы, да, и у рабочих все будет очень неудобно, то, скорее всего, вот на такой фабрике не нужен будет искусственный интеллект. Ну совсем не нужен будет. Потому что нужно дорасти сначала до определенного технологического уровня. Понятно? Да, супер. Если будете задумываться над развитием вот в этом направлении, то здесь очень важно разбираться еще в самих бизнес-процессах. Ну, соответственно, вот есть вот такие роботы, да, и по сути, если мы говорим искусственный интеллект, мы говорим вот об этих роботах. Кто подразумевает что-то другое, когда смотрит на эту картинку? Никто, супер. Да. Может быть, это не искусственный интеллект, это не очень нет определенных датчиков. Ну, определенном смысле машину уже можно подстроить так, чтобы вот сам как раз машина везли с определенной скоростью, чтобы можно было предугадать вот этой машине, в руке вот этой механической, чтобы она в определенный момент, определенная деталь, определенное место стояла. И предугадать, в какое нужно место. То есть она, в принципе, никак не взаимодействует, а просто двигается. Просто... А движение является взаимодействием? Просто совершает просто действие. Нет, хороший вопрос, хороший вопрос, я его ждал, и для этого вот это слайд первый здесь. Соответственно, вот эта штука, которая стоит, там очень много механизированных частей, и это робототехника в большей степени, чем искусственный интеллект. В некоторых штуках действительно стоят датчики. То есть когда он закручивает болт, когда он ищет этот болт, да, там есть уже какие-то миллиметры, до которых нужно правильно опуститься, закрутить, почувствовать, насколько туго затянут, не затянут. И для этого там все-таки есть некоторые датчики, которые познают этот мир. Но в большинстве своем это действительно просто роботы, которые запрограммированы на совершение определенных действий. Но в этом плане, как они познавали мир? Они познавали мир за счет тех айтишников, которые писали их программный код. В какой-то степени это подразновидность искусственного интеллекта. Возможно, она не так познает мир, как то, что мы хотим назвать искусственным интеллектом. Но роботизация это все-таки подразновидность вот этого направления. Здесь опять же возникает противоречие понятий, что хочется называть одно, не хочется называть другое. И об этом просто необходимо говорить, потому что это есть, и оно выполняет основную работу. А искусственный интеллект лишь немножко ее дополняет и улучшает. Вот поэтому этот слайд здесь. Дальше пример от компании Apple. Вот есть Foxconn, соответственно, компания. Они на своем заводе заменили 60 тысяч рабочих. То есть попали под сокращение 60 тысяч человек. Вы можете себе представить просто количество людей? Вот это 60 тысяч. Это очень много. На фабрике работало 110 тысяч человек. Они больше половины сократились за счет внедрения технологий автоматизации. Технологии автоматизации включают в себя часть искусственного интеллекта. Различные датчики, различные камеры, которые контролируют качество. На самом деле, вернусь тогда сюда немножко, на производствах, я знаю уже достоверно, что на заводах BMW есть даже камеры, которые стоят на производственной цепочке, которые фиксируют какие-то неполадки с кузовом машины, с тем, что какие-то детали могут быть не на месте, могут отсутствовать и так далее. У меня просто знакомые работают как раз в BMW и там эти системы делают. Поэтому искусственный интеллект там тоже присутствует. Ну и, соответственно, 60 тысяч человек. Средняя зарплата рабочего за день – это 5 долларов. Ну, кажется, что 5 долларов не так много, да? То есть, ну вот, хотели бы выработать за 5 долларов в день. Наверное, нет. Но там рабочие работали, а получается, они сократили в 60 тысяч. У них ежедневно просто 300 тысяч долларов. Ну, они не тратят, они экономят их. Соответственно, там очень хорошо сработали технологии автоматизации. Вот, дальше. Вообще логистика. Здесь показано, видно, да, что нарисовано или не очень хорошо. Ну, это склад, это роботы, которые ездят. Вот, они расставляют эти грузы, какие-то коробки. Ну, все более-менее автоматизировано. Вот. Здесь тоже это, в первую очередь, это роботизация, это не алгоритмы. Потому что роботизацию здесь делать даже сложнее, чем алгоритмы написать. Устроить это все правильно, понять, где ошибки. И хочется, чтобы вы понимали, что искусственный интеллект – это не только программа, которая написана. Программа – это малая часть. Вокруг искусственного интеллекта есть еще много всего. Это вся инфраструктура, внутри которой взаимодействует эта программа с внешним миром. То есть здесь это целый ангар, это стеллажи, там есть электронные датчики, которые там везде стоят. Соответственно, это роботы, которые разводят все эти грузы. Это люди, которые контролируют правильность вообще всего этого, да. Это какая-то продуманная система меток на грузах, почему ошибки должны детектироваться, как они будут детектироваться, эти ошибки. Вот. Здесь очень много моментов, о которых нужно думать, когда вообще говоришь искусственный интеллект. Вот. Для кого искусственный интеллект вот до этого чисто программа, чисто вот айтишный код, который написан и каким-то образом где-то функционирует, безотносительно к внешней среде? Для кого это так? Ну, для меня просто было в определенный момент времени. Вот. Не для кого. Это круто. Вот. Дальше. Также логистика. Логистика уже, там, грузов таких крупномасштабных, это различные портовые сооружения, которые доставляют грузы. Вот. Ну, давайте перейдем к более веселым немножко примерам. Робот-полицейский, да. Вот. Штука, которая бегает быстрее, чем болт. Вот. Развивает высокую скорость. Как вы думаете, какие там системы искусственного интеллекта, вот с точки зрения программной части, стоят вообще? Где там нужен искусственный интеллект? Ваш вариант. Чтобы он не попался никому. Чтобы под машину не попали. Ну, это получается поиск объектов в среде, чтобы избежать местолкновения. Дальше. Держать равновесие. Держать равновесие. Датчики равновесия тоже, то есть, да, хороший вариант. Ну, предугадатель, как действия преступника, чтобы его догнать. Предугадатель действия преступника, чтобы его догнать. Интересно, да. Ну, мне кажется, такого там еще не реализовано, честно говоря. Если бы можно было предугадывать действия преступника, можно было… Распознавание преступников, да. Распознавание преступников. Распознавание преступников, да. Хороший кейс. Сейчас есть система, тоже вот российские, одни из лидеров рынка по распознаванию лиц и изображений. Они ставят свои камеры в разных банках, да, при входе в разных магазинах, и они детектируют лиц, которые, во-первых, подозрительны, во-вторых, допустим, они уже, понятно, что плохие. То есть, они когда-то заходили в этот магазин, что-то плохое сделали, они внесены в черный список. Нужно детектировать человека из черного списка, когда он заходит в то или иное заведение. Вот. Это штуки, которые сейчас стоят, в том числе их клиентом является московский метрополитен, камеры, которые там стоят, и система, которая распознает лица. Это система, кто знает, как она называется, очень популярная такая. А? Что еще? Ну, Fine Face. Я просто не знаю, там, может, разные названия есть у них. Но Fine Face, вот эта система, которая позволяет, там, залить фотку человека и найти его в интернете, все дела. Кто слышал про эти новости вообще? Нет, никто. Ну, определенное время, так, ну, пару человек. Определенное время назад это было очень популярно, потому что были новости даже, что полицейские пользуются этой системой, чтобы искать каких-то преступников с плохих изображений и так далее. Ну, и различные применения, которые были уже в таком более широком диапазоне. Ну, из той же оперы это охранник, который контролирует паркинг, что там все хорошо, не совершается никаких преступлений. Вот. Давайте, какие здесь могут быть системы? Ну, что является нарушением порядка. Так. Ну, то есть он видит изображение и понимает, а вот происходит ли сейчас действие, которое противоречит закону какому-то. Определение действий, может быть, может быть, может быть. Да, хорошо. Ну, ладно, давайте перейдем дальше. В военной технике. На самом деле, об этом мало кто говорит, но в военной технике очень плотно применяется искусственный интеллект, но, во всяком случае, какие-то его части, которые сейчас хорошо работают, связаны с распознаванием образов в первую очередь. Вот. Ну, даже не в первую очередь, а много чего есть. Вот. Распознавание образов, кстати, есть интересный кейс, который как раз к вопросу об обучении системы искусственного интеллекта. Кто знаком с распознаванием образов вообще как понятие вот такое? Вот несколько человек, я понимаю, что знакомы. Ну, так, распознавание образов слышали, не слышали. Ну, что за задача, да? То есть, вот была задача, о ней рассказывает Виктор Кантер, это лектор, который ведет несколько курсов по машинному обучению, в том числе от Яндекс. Вот. Соответственно, была задача, вот, дано изображение, нужно понять, а есть на нем танк или нет на нем танка. Танк может быть спрятан, танк может быть где-то там за кустом, да, но его там чуть видно. И вот эта вот система должна понять, вот, есть фотография и проидентифицировать наличие танка на ней. И вот они обучили систему, и она показывает стопроцентное качество. Вот, стопроцентное качество. Прям каждая фотография попадания в десятку. Есть идеи, почему это происходило? Вот на что бы вы стали смотреть? Вот есть черный ящик, вы туда засовываете, а он правильно выдает. Вы туда засовываете, и он правильно выдает. Вот. Вас бы это смутило, первые вопросы? Да, возможно. Возможно. Возможно, смутило бы. А почему смутило? Потому что мы и так не можем. Нет идеального алгоритма. Нет идеального алгоритма. Я запрошу, что конкурсер точно определял, что изображено на фотографии. У него должна быть огромная просто паза данных. То есть ты пишешь фотографии с определением. Угу. Есть? Хорошо. Ну, вот хороший был ответ. Нет идеального алгоритма, на самом деле. Потому что, если есть алгоритм, практически любой алгоритм можно обмануть. То есть подстроить каким-то образом пример, который его обманет. Вот. Соответственно, если есть система, которая 100% выдает правильное качество, то здесь два варианта. Либо задачка очень простая, либо что-то не так идет. Вот. И здесь тоже одним из критериев можно взять это вообще. Ты смотришь на фотографию сам и понимаешь, а вот есть там или нет этот танк. И так вот много-много раз делаешь и сравниваешь твое качество, как человека и качество машины. И когда ты их сравниваешь, то обычно в задачах качество человека чуть лучше, чем качество машины. Вот. Есть задачи, где качество машины чуть лучше, чем качество человека, но в любом случае они рядом располагаются. И в конкретном том случае это было не так. То есть качество человека было хуже. В итоге, что они увидели, когда начали вот всю эту систему анализировать, это достаточно трудоемкий процесс, они поняли, что на каждой фотографии там стояла определенная метка. Это был один пиксель, который человеку не особо был виден. Есть там танк или нет? Это была метка в правом нижнем углу. И алгоритм обучился так, что он просто смотрел на эту метку и понимал, а есть там танк или нет. Поэтому вот такое решение было достаточно бесполезно. Соответственно... А, стоп, мы не поговорили еще о летательных аппаратах. Как вы думаете, какие там системы есть искусственного интеллекта? Да. Воспознавание противника. Воспознавание противника, да. В каком плане это фото-видеосъемка, да? То есть распознавание объектов на фото-видеосъемке. Кто знаком с применениями в спутниках вообще всего этого дела? Какие-то варианты задачек, которые решались на спутниковых снимках? Кто может примеры привести? Слежа, ключа. В общем, в объектах. Ага. Как в классическом жанре боевиков, да? Окей. Наличие облаков. То есть ее закрывать, чтобы найти все облаков. Наличие облаков. Ну, здесь погодная ситуация может еще быть распознана. Была какая-то задачка. А, в спутниковых снимках, да. Вот, я вспомнил. Есть крупные инвестиционные банки. Что они делают? Они инвестируют свои деньги в акции каких-то крупных компаний. Правильно? Вопрос. Да? А как можно использовать снимки спутниковые для того, чтобы понять, инвестировать ли в ритейл-компанию? Да? Очень креативное решение нашли одни американские коллеги. Они взяли спутниковые снимки и распознавали на них количество автомобилей на парковках возле супермаркетов, определенной сети. И, исходя из динамики роста или, наоборот, сокращения количества этих машин, они понимали, а у этой компании все хорошо, клиентам оно нравится или нет, продолжают они туда ходить или уходят к конкурентам. И, в итоге, на основе этих данных они принимали решение об инвестициях. То есть, достаточно необычное решение, согласитесь. Ну, да. Разве спутники могут фотографировать, сделать фотографии настолько большого качества, чтобы можно было их видеть до каждой машины? Да. А ты Google Maps сделал? Да. Ну, вот Google Maps хороший пример. Там, действительно, качество достаточно высокое, чтобы сочетать машины. Ну, есть еще достаточно хорошие спутники, чтобы... А, ну, хотя нет, наверное, я в фильме видел. Не буду врать. Вот. Но машины действительно считают. Есть другие применения в вообще понимании того, как экосистем планеты развиваются, да, когда мы детектируем, как леса вообще, да, лесная зона, как она в динамике себя ведет, где-то сокращается, где-то увеличивается. Есть прогнозы на основании спутниковых снимков, что произойдет с лесным покровом планеты через, там, какое-то время в определенных местах. То же самое есть с водными ресурсами. То есть, применение именно искусственного интеллекта здесь, это детекция определенных областей. То есть, вот есть спутниковый снимок, нужно вот определенную область этого снимка проклассифицировать. Да. Вопрос у тебя? А, мне показалось, что вопрос. Ладно. Ну, вот, соответственно, проклассифицировать область снимка, чтобы понять, а это вода, поле, лес, машина, здание, там, ну и так далее. Вот. Здесь, в летательных аппаратах, основная система, это действительно распознавание изображений снова. Скорее всего, здесь есть какие-то и другие вещи, которые связаны уже с тем, как должен себя летательный аппарат вести. Но конкретно эти штуки, по-моему, они все-таки пилотируемы с дистанционных источников. Есть роботостроители. Кто вообще видел, как робот что-то строит в здании? Окей. Сильно робототехника интересуешься, да? Я так понимаю. Супер. Вот. Ну, это вот один из примеров конструкции. Здесь она конкретно из кирпичей, из блоков. Вот. Есть из пены, да, там разные штуки. В принципе, интересная тема. Можно погуглить в интернете, как это все происходит. Но там, на самом деле, я не уверен, что это какой-то искусственный интеллект в том понимании, которое я в это вкладываю. То есть роботизация, да, искусственный интеллект, ну, сильно навряд ли. Это то же самое, как робот-пылесос. Ну, по сути. То есть он каким-то образом создает понимание пространства вокруг себя и с ним взаимодействует путем не всасывания воздуха, а кладки кирпичей. Вот. Кто видел, как доставляют впису на дронах? Супер. Ну, интересные видосики есть, да. Вот. Соответственно, там то же самое, что с летательными аппаратами, да. Там нужно анализировать геолокацию, нужно анализировать ветер для того, чтобы понимать, как вообще, куда лететь и так далее. Почему здесь точно применяется искусственный интеллект в отличие от пилотируемых военных летательных аппаратов? Какие ваши предположения? Сейсы можно встретить. Что еще раз? Сейсы можно встретить. Хорошо, дальше. Маршрут устроить. Маршрут устроить. Еще вариант. Рассчитывается ряд. Хорошо. Смотрите, вопрос к вам. Сколько военных летательных аппаратов, как вы думаете? Много. Ну, давайте в порядке цифр назовем. Ну, тысяча, скорее всего. Ну, то есть, миллионы вряд ли, да. Но тысячи точно есть. А вот этих штук сколько будет летать? Десять миллионов. А? Десять миллионов, но совсем мало. Вот таких штук? Они дешевые. На них большой спрос. Каждый хочет себе пиццу. Их будет миллионы летать. И, во-вторых, они дешевые, да, действительно. Это очень важно. Почему? Потому что военный летательный аппарат дорогой. Его не доверят искусственному интеллекту, который может ошибиться. Потому что, ну, предвзятость есть. И их пилотируют военные. За ними наблюдают военные. То есть, и там есть ресурсы для того, чтобы на один летательный аппарат выделить как минимум одного военного, который будет его контролировать. Хотя бы то, как он себя ведет. Хотя бы, что с ним все хорошо. С этой штукой, ну, нельзя столько людей нанять, которые компетентны в этой области будут, чтобы они их контролировали. То есть, именно из-за масштабирования, которое здесь необходимо, здесь будет применяться искусственный интеллект. Здесь он применяется. Потому что, ну, не может человек там за сотни-другой таких штук следить и управлять ими. Ну, пример из того же, из той же области. Это робот, который доставляет пиццу, да, который действительно вот ездит. Уже компания выпустила его, он ездит по улицам. Но он именно ездит. То есть, он уже не летает, ездит. Ну, в принципе, мне кажется, это не очень удобно. Как раз-таки вот именно из-за таких случаев, да, непонятно, она вообще почувствует, что там пицца или нет, собака. Что будет потом с этим роботом, вот, после того, как она поймет. Но, тем не менее, все, что здесь происходит, это на самом деле такой современный. Современная разработка. Это январь 2017 года. Совсем недавно был, год назад, по сути. Ну, хотя год уже в искусственном интеллекте – это достаточно продолжительный срок. За год много чего меняется. Вот я когда увидел, я уже такой думаю, ну, ладно, вот этого я не ожидал. Потому что робот, который готовит. Две механизированные руки, которые просто готовят. Мне кажется, это круто. Потому что, ну, с одной стороны, круто, с другой стороны, нет. Почему нет? Потому что мне кажется, что когда готовит человек, это в любом случае будет вкуснее из-за тех эмоций, которые он вкладывает. Но вот это, с точки зрения общепита, может действительно произвести какой-то фурор. Потому что, ну, смотря на то, как работают обычно повара, как быстро они все делают и как они сильно устают, кажется, что вот это действительно может решить их проблему. Ну, и вот компания выпустила такие штуки, которые готовят. И насколько здесь все… Да, у тебя вопрос? Ну, мы математики для того, чтобы это утверждение опровергнуть или утвердить, нужно провести эксперимент, правильно? Ну, мы не проведем сейчас этот эксперимент, к сожалению. Просто, ну, там есть вещи, о которых… Ну, это если так, чуть-чуть в сторону уйти. Есть вещи, о которых вы не можете подумать, не сможете провести эксперимент, но вам нужно жить с пониманием какой-то гипотезы, что это так или это по-другому. И, скорее всего, вы примете какую-то из сторон. Вот. Это вот одна из них, во всяком случае, для меня. То есть я точно это не буду проверять, но для меня это гипотеза, да, с которой я существую. Это, кстати, очень такой важный момент даже в вашей будущей работе, что вы должны принимать гипотезы достаточно быстро, да, вот в свое рассмотрение. И дальше развивать свою деятельность относительно этих гипотез. То есть когда к вам приходит заказчик и говорит, я хочу сделать вот так, вы должны понять, а исходя из каких гипотез он это делает, принимаете вы эти гипотезы или нет, какие у вас есть там возражения против его гипотез, чтобы ввести свои гипотезы. И, скорее всего, на основании своих гипотез вы будете разрабатывать алгоритмы. Потому что на самом деле не успеете протестировать, а действительно ваши гипотезы правдивы или нет. Вот. И поэтому это такой достаточно шаткий фундамент, на котором приходится иногда очень быстро что-то строить. Так, а во сколько мы заканчиваем? В 9.25, да? Ой, в 9.15. В 9.15 у нас осталось 25 минут. Тогда я думаю, я быстренько... Ну, про роботов, которые ездят... Это тоже робот, который ездит. Мы уже поговорили. Сейчас поговорим немножко о креативных составляющих. Вот, например, робот-музыкант. Да, что такое? Сейчас из-за того, что какие-то генеративные модели делаются, есть очень много таких областей знаний, в которых это начинает активно применяться. Например, музыка. Казалось бы, а что вообще связывает IT и музыку? А на самом деле на каких-то произведениях обучается алгоритм, и он прогнозирует оптимальную тональность или вот что-то в музыке для того, чтобы помочь автору каким-то образом сделать свое произведение. Вот, вывести его из творческого ступора, например. Вот, это такое достаточно интересное применение. Вот, мне не очень понравился этот заголовок. Роботы, которые учат друг друга. Я подумал, да, какой в этом смысл? Ты просто берешь, перезаливаешь один алгоритм в другого робота, и типа, все, он научился. Это быстрее, чем один робот учит другого. Но, с другой стороны, да, нет, никакого вопроса? Окей. Но, с другой стороны, это интересно, потому что это профессия учителя. То есть, когда один человек учит другого человека взаимодействовать с миром каким-то образом в какой-то сфере знаний, ну, вот робот на себя может каким-то образом взять эту функцию. И, на самом деле, в учебных курсах это применяется. То есть, если вы знаете компанию учи.ру, слышали про учи.ру что-нибудь? Вот, насколько я знаю, честно, я могу ошибаться, да, сейчас непроверенная информация. Вот, там используются какие-то модели машинного обучения для того, чтобы подобрать оптимальную задачку для нынешнего твоего уровня. То есть, они смотрят на то, как ты решал задачки, которые ты решал до этого, и предлагают тебе ту, которая будет оптимальна для того, чтобы ты научился чему-то. Вот. И это достаточно интересный подход, который имеет право на существование. Ну, соответственно, роботы-юристы. Сейчас очень распространены. Вообще, это тоже некий хайп внутри хайпа. Это юридические помощники, юридический консультант, юридические чат-боты, какие-то сервисы по оказанию юридических услуг. Их просто куча рождается, особенно в Америке. Россия сейчас перехватывает этот хайп. Начинают развиваться очень много стартапов в этой области. Они связаны, некоторые, с автоматизацией процессов, сугубо с точки зрения IT. Некоторые действительно связаны с каким-то искусственным интеллектом. Ну, в частности, это Natural Language Processing, обработка естественного языка, потому что очень много юридических документов. Вот. Ну, супер. Про примеры я закончил. Теперь поговорим о будущем. Что нас ждет в будущем? Какие ваши варианты? Что вы видите такие тренды основные в искусственном интеллекте вот в нашем современном мире, с чем вы сталкиваетесь? Искусственный интеллект это, но лишит работы. Лишит работы. Так. И не помню, сексу. Да. Замена любой деятельности человека. Замена любой деятельности человека. А вы, вот кто хочет пойти на программиста, поднимите руки, на прогера? А зачем? Ну, есть искусственный... Ну, все, на самом деле, сейчас действительно так. Ну, как бы есть сейчас генеративные модели, которые генерируют код, которые генерируют правильный код, которые генерируют код, который совпадает со всеми стандартами. Вот. Но насколько он там выполняет функции, ну, непонятно, да? Ну, он компилируется. Это уже удача, да? То есть, что там на плюсах код скомпилировался. Нет, написать код, который компилируется, любая машина сможет. А вот написать код, который будет правильно выполнять функцию, вот это... Ну, там свои нюансы. Я просто в эту тему очень сильно не погружался. Это такая узкая область, вот. Но, тем не менее, как бы сейчас это есть. Есть... А кто там знает призмы, да, приложение, по-моему, популярное, да, было недавно, относительно годик-два назад, три призмы? Нет? А приложение маскарад, кто знает? Ну, тоже искусственный интеллект. Ну, вот маскарад это не такой хороший пример, а призмы почему хороший пример? Там брался стиль какого-то автора-художника, он примешивался к вашей фотографии, у вас фотография, вот, в стиле этого автора. Получается, это генеративная модель, которая создает что-то красивое, да, на основе какой-то информации, которая у нее есть. Вот. Ну, куда еще вот тренды идут? Хорошо, лишить всех работы. Вот, это первый такой плохой тренд, о котором я чуть-чуть еще поговорю дальше. Восстание искусственного интеллекта. Восстание искусственного интеллекта. Создание человекоподобного существования. Давайте чуть-чуть ближе к нашему времени, то есть давайте в этом году, не через пять, допустим, что-то более реальное. Ну, идея с работой на полицейском нормальная сделать. Да, будем как в фильме Рыбаков жить. Да. Так, еще что. Кстати, там забавный факт, в Рыбакопе все-таки это был не искусственный интеллект, это был интеллект человека, который был помещен в машину. Насколько я помню. Если я правильно помню фильм. Я только смотрел. Ну, на суть. Ну, давайте, какие-то тренды. Давайте. Чего бы вы хотели? Хорошо. Вот вам говорят, искусственный интеллект вам поможет решить ваши проблемы. И вот, а что вы хотите, чтобы искусственный интеллект для вас решил? Учился бы за нас. Учился бы за нас. А все-таки, ну ладно, об этом еще чуть позже поговорим. А зачем вы и учитесь? Растение бы выращивал в деревне. Окей. Об этом, я как раз вот об этом скажу тоже чуть-чуть. Давайте, ребят. Ну, самое банальное, это действительно автопилоты уже на автомобилях будут вот так, что прямо они есть, и все ездят не за рулем, а просто в машине, да, беседа. Разрабатывается. Разрабатывается. Но не разработал. Ну, что заслужить сначала руку, то он же сначала доверие заслужит. Да. Ну, поэтому это тренды, это не то, что есть сейчас. То есть, это тренды. Они к этому идут. Люди к этому стремятся. Они стремятся сделать. То есть, вопрос большой такой, чтобы люди надежно после от всей души доверялись программе, чтобы она управляла машиной, которая может спокойно разбиться. Ну, в определенный момент времени люди не хотели фотографироваться, потому что верили, что когда они фотографируются, их душа попадает в фотоаппарат и закрываются там навеки. То есть, это некоторая такая боязнь технологий новых, которые действительно присутствуют в каждом человеке для каждого в определенной степени. Но это то, что решается. Ну, через некоторое время это решится в любом случае. Вот. Ну, ладно, давайте не буду вас мучить. Вот. Да, я объясню. Ну, я сейчас по этим пунктам пройдусь. То есть, автоматизация транспорта. Вот. Штука автоматизации транспорта. Это вот то, что я сказал. А кто знает, что в России есть компания, которая делает автобусы полностью на автопилоте? Никто не знает. Матрешка называется автобус. Он небольшой такой. Там буквально несколько посадочных мест. Это компания Сколково. Она, ну, действительно, на 1 сентября, на день города, который был буквально в этом году, кто видел на Тверской там очень большой сбор людей? Нет? Не видел? Ну, я знаю. Поэтому я не сказал были, поэтому я сказал видели. По новостям там еще как-нибудь. Не видели. Окей. Там как раз был стенд этой матрешки. Она там ездила по определенному промежутку улицы. Вот. А можно... Да. У каждой программы есть своя лазейка, как выше было уже упомянуто. Да. И можно узнать, что у программы с автобусом тоже будет своя лазейка, и это будет сейчас для этих... Как это решается? Просто говорится, что, ну, да, машина вот так, а у человека каждый 50-й пьяным за руль садится. И это менее надежно, чем дать управление машине. Ну, а тем людям, которые ответственны за рулем, как-то они делаются, то, что они будут в полной безопасности. Ну, да, здесь уже такие моменты идут. Он может не принимать искусственные теляки. Смысок в том, что если... Все не перейдут на автомобили, управляемые автопилотом, то будет довольно-таки сложно, потому что вождение человека непредсказуемо. И он может выдать все, что закончено. Будет. 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 Это так. Давайте чуть дальше двинемся, просто я боюсь, что я не успею тогда с вами чуть-чуть так еще взаимодействовать. Технологии киборгизации. Я не знаю вообще, есть ли такое слово или нет, но что я под этим поразумевал, я скажу. Это люди, у которых ограниченные способности, которые либо могли потерять конечности, либо могли быть атрофированы конечности у них. Это технологии, которые позволяют им двигаться. Или двигать, да, вот механизированными устройствами, которые воспроизводят их функциональность. Это исследования, которые сейчас есть, которые сейчас работают. Это в том числе во Франции, в том числе научные руководители взаимодействуют с французами по этой задаче. На кору головного мозга вставляется датчик человеку. Он снимает электромагнитные импульсы, которые производит мозг. Там много датчиков стоит. И соответственно по этому сигналу воспроизводятся координаты руки. То есть человек думает, двигает кистью и соответственно измеряются сигналы, измеряются координаты руки, координаты каждого пальца. И это данные. То есть на вход алгоритм получает сигналы с мозга, на выходе он должен воспроизвести сигналы с руки. И действительно сейчас есть алгоритмы, которые это воспроизводят достаточно точно. Там много шагов еще до того, как это все внедрится в таком крупном масштабе. Но это то, что сейчас действительно работает. Это такая тоже очень интересная область искусственного интеллекта, которая сейчас есть. Опасные профессии. Это различные пожарные, это саперы. То есть профессии, где человек имеет высокую вероятность гибели из-за тех действий, которые он совершает. Сейчас эти все профессии стараются автоматизировать, роботизировать. И там есть широкое поле для искусственного интеллекта также. Решение различных климатических проблем – это то, что я говорил уже. Это использование различных спутниковых снимков для того, чтобы понять, а что нужно делать, в какой зоне нужно делать для того, чтобы каким-то образом это все нормально работало. Также детекция лесных пожаров, ну и каких-то таких чрезвычайных происшествий, которые необходимо быстро обработать. Роботы как друзья. Почему это важно? Потому что сейчас мир все-таки склоняется к тому, что эра там социальных сетей, все дела уже от личного общения все переходят в интернет. А следующий шаг, я называю деградацией общества, да? Следующий шаг деградации общества – это общение с помощниками. Общение с Ири, с Алисой, с Картаной, да? Это вообще, ну как только будет искусственный интеллект, это будет. Так как искусственный интеллект появляется, это все выпускается. Я не помню, как фильм назывался. Она, по-моему, да. Фильм назывался «Она». Кто не смотрел, посмотрите. Интересный фильм про искусственный интеллект, про отношения человека и искусственного интеллекта, по сути. Вот. Вот, советую. То есть, так, необычный очень. Помощь по дому. Это то, что я говорил о том, вот есть ваши проблемы какие-то, да, которые вы хотите закрывать. У человека сейчас какая тенденция? Он дома проводит времени все меньше в основном, из-за работы, да? То есть он в основном работает, работает, работает. Очень много людей, карьеристов, которым не хватает времени на свои домашние обязанности, на свои домашние дела. Не успевают готовить, соответственно, есть вот штука, которая готовит. Не успевают убираться, есть вот этот пылесос, который ползает, убирается. На самом деле, это еще не только связано с работой, а из-за того, что многим лень делать что-то по дому, да? Я надеюсь, здесь мы все не такие. Вот, да. Есть вопросы какие-нибудь? Нет. Супер. Ну, это вот, которые я вижу, тенденции, которые там в ближайшем будущем будут решаться. Я все-таки верю, что здесь нет военных технологий, да? И все-таки искусственный интеллект рассчитан на помощь людям в их какой-то деятельности. Опасности искусственного интеллекта. На это, я думаю, я потрачу буквально минутку. Опасности искусственного интеллекта основные – это действительно лишение людей работы. Вот, и для примера я хотел привести как раз кейс из сельского хозяйства. Вообще здесь даты очень старые такие, да, стоят. Но вот сельское хозяйство, там, людей все меньше и меньше, и меньше, и меньше, и меньше задействовано от общего числа населения мира. Но при этом, ну, как бы ни у кого из нас нет проблемы с тем, что им там не съесть огурец, да? Вот, потому что, ну, эффективность растет. Раньше было все неэффективно, а теперь все эффективно. Это все за счет автоматизации. Люди теряют работу. Мы автоматизируем, допустим, колл-центры. Мы увеличиваем эффективность работы одного человека на 60%. Что это значит? Это значит, что просто половина людей из колл-центра, она уйдет. Уйдет непонятно куда. Вот. Преставать. М? Преставать. Преставать плохо. Писать ими. А? Писать ими. Писать ими тоже плохо, а ими начнет писать себя сам. Но здесь есть разные варианты. Например, вот работы, которые хорошо сокращаются, это вот различные операторы контактных центров, они способны обучать машины. То есть сейчас очень большая проблема с недостаточным количеством данных для обучения в новых каких-то областях. Например, почему нету хорошего диалогового агента на русском? Да потому что нет данных на русском для обучения. Ну, реально так. Ну, то есть просто нету хороших датасетов для того, чтобы обучать правильно. Вот и все. А искусственный интеллект, он, ну, как бы, он должен обучаться, как и человек. Просто у человека этот процесс устроен эффективно, у искусственного интеллекта он устроен неэффективно. Вот. Ну, давайте попрактикуемся в искусственном интеллекте. Как вообще происходило это изначально? Кто слышал про машинное обучение? Машинное обучение? Отлично. Что-нибудь знаете из машинного обучения или только слышали? Ну, вроде сейчас технологии не нужно сети использовать. Да. Померкности. Хорошо. И типа, и все. Давайте, мне нужен один мальчик и одна девочка. Выходите. Давайте, 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 быстрее. У нас заставалось мало времени. Давайте, побыстрее будем все делать. Так, давайте с той стороны, да. Выходи, выходи. Чего ты садишься? Да, 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 давай. Так. Давайте. Вот перед вами девочка и мальчик. Вы, допустим, ничего не знаете про людей. Вот вы не знаете, что есть мужской пол, есть женский пол. Но вам приходят на ход вот два объекта. Два объекта есть. И вам сказали, что вот этот объект, он женского пола, а этот объект, он мужского пола. На что вы будете смотреть, вот давайте по фотографии лица, да, допустим, нужно это сделать. На что вы будете смотреть, чтобы понять, а человек, который новый к вам придет, он мужчина или он женщина? На что, давайте, варианты. Глаза. Глаза. Так, что именно в глазах? Ну, у женщин глаза отличаются от мужчин. А ответа недостаточно. Ну, какие параметры, допустим? У тебя может быть ширина разреза глаз, да, вот ширина, высота, длина ресниц. Борода, допустим. Борода. Хороший признак. Сразу вот, если есть борода, то точно мужчина. Ну, здесь, к сожалению, нету бороды у парня, но признак действительно хороший. Он очень сильно отсекает правильные, да, объекты от неправильных. Давайте, какие еще варианты? Длина волос. Длина волос, хороший признак. Практически, да, там тоже очень много объектов, сразу отсекаются к определенному классу. Давайте. Кто колдуна знает, тот таким не сократится. Так. Давайте, вы тоже участвуйте. На что будете смотреть? Ладно, садитесь, я вас не буду смущать, мы так с мест поговорим. Размер нос. Так, какие-то параметры размера, да, нос. Нос, да, ты сказал? Может быть, брови. Брови, брови, да, определенным образом. На самом деле, на макияж можно еще смотреть, то есть цвет губ, да, какой-то. У девушки, скорее всего, там будет, ну, тоже определенная выборка, кто пользуется макияжем. А? Не всегда. Не всегда, но я говорю, какая-то часть. Борода тоже не всегда есть. А у нас фотография чисто лица, или там, допустим, отлично. Ну, фотография чисто вот так вот, да, допустим, вот. Ну, как в паспорте. А? Кадык. Кадык, хороший тоже признак. Ну, какие-то параметры, да, то есть, по сути, что вы сейчас делаете? Вы делаете маленький такой квадратик, да, применяете его к какой-то части лица и говорите, а вот здесь вот это, а вот здесь вот это, а вот здесь вот это. Кто знает, что это за технология в искусственном интеллекте? Ну, в машинном учении, мы не будем говорить искусственном. Ну, это распознавание образов, да, это как задача распознавания образов, да, а вот это вот сама технология, что мы смотрим на какую-то часть. Не знаете, окей. Вернемся к нейронным сетям. Нейронные сети – это… Почему вообще нейронные сети, сначала скажу, чтобы вы были в курсе. А можете свет включить, пожалуйста, потому что уже темно стало. Я вас плохо вижу. У меня тоже, наверное, сразу ярко. Супер. Стало намного лучше. Почему вообще нейронные сети? Что такое сначала нейронная сеть? Это есть вход нейронной сети, это просто признаки. Признаки числовые всегда идут в алгоритмах. Это 0, 1, 2, 3, 10, 5,5, 3, 2 и так далее, да. Какой-то признак. Их может быть много. Их может быть 10, их может быть 100, их может быть 1000, их может быть миллион. Соответственно, если это RGB-картинка размером 1000 на 1000 пикселей, то это 3 на 1000 на 1000, да. Это признаковое описание этой картинки. Вот. Соответственно, оно подается на вход сети нейронной. Дальше происходят какие-то сначала линейные операции, потом нелинейные операции. Есть выход у этой сети. Выход этой сети зачастую – это классификация, да. То есть это какой-то набор классов. 1, 2, 3 – это 0, 1, да. В плане классификации по полу – это мужской и женский пол. Вот. И в каком-то очень волосатом году, да, бородатом, доказали теоремку, что нейронная сеть, однослойная, она может аппроксимировать любую функцию. Почему эта теорема важна? Потому что любая зависимость в нашем мире, да, это функция. То есть у нас есть признаковое описание, есть какой-то выход, и это какая-то функция в любом случае. Потому что мы не можем про одного человека, например, сказать, что он и мужчина, и женщина. Это будет неправильно. Поэтому это функция. Соответственно, если мы можем аппроксимировать любую функцию, то это, значит, идеальный инструмент, чтобы решать прикладные задачи. Значит, мы можем воспользоваться везде. Но почему проблема возникла? Потому что непонятно было, сколько должно быть нейронов на входе, нейронов в середине, нейронов на выходе для того, чтобы задача была решена. Непонятно, сколько нужно обучать эту сеть. Непонятно, сколько нужно данных для того, чтобы эту сеть обучить. Поэтому стали делать, когда появились уже вычислительные мощности соответствующие, делать различные эвристики. Сделали... Одна из эвристик называется Convolutional Neural Networks. Это сверточные нейронные сети. Что они делают? Как раз то, о чем мы сейчас говорили. Они смотрят на определенную точку изображения, да, вот какое-то маленькое окошечко, и понимают, а что там изображено. Дальше они эту информацию вытягивают в следующий слой. Следующий слой – это тоже агрегатор такой информации получается. И они тоже смотрят в новом слое, а вот рядом какая информация расположена. И на основе вот этих фактов они уже делают прогноз. Вот. То есть такая достаточно интуитивно понятная, да, по человеческой логике технология, которая позволила снизить просто сложность решения таких задач. Вот. Ой, дощелкнул. Вот здесь. Здесь не видно ничего. Здесь же с собачкой и кошечкой. Это как вопрос, а то даже прям то же самое. Как отличать собачек от кошечек? Да, и те же Convolutional Networks. И соревнование ImageNet, которое было по классификации изображений, это была как раз победа сверточных нейронных сетей над человеком. У нас осталось две минуты. Вот. У вас есть вопросы? Да, ну типа есть искусственный интеллект, а у него переобучение. Она как-то вообще решается? Что делать? Хороший вопрос. У меня есть два варианта. Первый, я отвечаю сейчас на ваши вопросы, которые есть. Вот. И мы расходимся. Второй вариант, мы еще одну задачку разберем, потом я отвечаю на ваши вопросы, и мы расходимся. А? Кто за задачку? Супер, как приятно с вами работать, отлично. Давайте подумаем о разговорном искусственном интеллекте. А как мы вообще понимаем, что какое-то слово что-то значит? Смотрите, я пошел в АБВГД и посмотрел там фильм. Какое слово я сказал в АБВГД? Кинотеатр. Посмотрел фильм в кинотеатре скорее, да? Вот, кинотеатр, действительно так. Значит, какой пример я хочу разобрать сейчас, чтобы вы понимали. Кто слышал о технологии World2Vec? World2Vec, никто не слышал. А кто видел такой пример? Что вот есть мэн, есть вумен. Ну, допустим, это пространство слов всего, да? Все слова, которые есть. Вот есть точки. Мужчина, женщина. А есть точка король, точка королева. А мы говорим, что это пространство не просто существует, оно еще и векторное. Ну, то есть, каждая точка здесь – это вектор. И, соответственно, если мы, допустим, из королевы вычтем женщину, добавим туда мужчину, то в результате получится вектор, который будет очень близок к вектору король. Не слышали про это, да? Но вот есть такая технология, которая действительно это сделала. То есть, там каждое слово – это вектор в пространстве. И там есть вот такие интерпретируемые операции. Соответственно, можно взять слово, к нему прибавить, вычесть что-то и получить другое слово, которое будет по нашему пониманию очень схоже с этим. Как это обучали? Да, вот, отвечая на твой вопрос, вот, к обучению того, как это все происходит. Взяли очень большие корпуса текстов. Можно, например, это делать на Википедии. Просто из Википедии все тексты выкачали и загнали в алгоритм. Что делал алгоритм? Он вытаскивал слово. Пытался дать ему определение за счет тех слов, которые рядом с этим словом располагались. То есть, там несколько версий есть. Можно по этому слову предсказывать вероятностное распределение на всех словах для ближайших. То есть, предсказывать, а какие слова рядом с этим часто встречаются. Вот, и тогда будет каждое слово определяться набором, получается, слов, которые с ним очень часто встречаются. И за счет этого все будет работать. Это вот к вопросу о том, как работает естественный язык. А дальше с этим всем можно делать различные штуки. Например, классификация обращения в контактный центр на пальцах, да, задачка. Можно в предложении посмотреть, какие слова есть, просто суммировать все эти вектора, которые есть. И в итоге получить на выходе что-то, какой-то вектор, который в совокупности описывает это предложение. И дальше уже с ним работать. Потому что в естественном языке основная проблема – это как представить наше предложение в виде чиселок для алгоритма. Правильно? В заключении я хочу сказать, что это все на самом деле для применения, несложно. Если кто-то из вас захочет просто в этом покопаться, посмотреть, как это работает, то здесь есть два варианта. Первый для тех, кто очень любит математику. Можно зайти на Курсеру. Кто знает сайт Курсера? Курсера.орг. Это один из самых больших образовательных сайтов. Там очень много курсов, которые… Там можно кнопочку нажать «Финансовая поддержка», и они будут бесплатные для тех, кто заполнит анкетку. И там очень много… Ну, это даже не в применении к этому, а в применении к любой области знаний, в которой вы хотите развиваться. Там очень много курсов от ведущих мировых институтов. Вы можете туда зайти и просто изучать что-то, что вам интересно. Вплоть до веб-дизайна, маркетинга и так далее. То есть, там даже такие вещи есть. Ну и, соответственно, там есть очень много курсов. Есть русскоязычные от Яндекса, от МФТИ, от Вышки, которые связаны с машинным обучением, с анализом данных. И там, в принципе, достаточно легкие вещи рассказываются. Ну, легкие для второго-третьего курса института, сложные, скорее всего, для вас. Но если вы развиваетесь там в олимпиадной математике где-то еще, то это будет для вас интересно. Второй путь – это айтишники. Идти от программирования к этому. Есть готовые библиотеки, есть набор инструментов, которым можно пользоваться как черная коробка. Есть черная коробка, она выполняет определенные функции. Можно просто пробовать. Есть курсы по… ну, там же на Курсере есть, есть на Ютубе много курсов, которые просто показывают, а как можно реальные задачки из жизни просто взять и в несколько строчек кода решить. Почему это интересно? Потому что вы начнете в этом развиваться, вы начнете просто придумывать какие-то жизненные задачки, которые вы хотели бы этим решить. Парень какой-то взял, просто договорился, что несколько веб-камер в Питере поставят вокруг мостов. Собрал несколько фотографий, вручную их разметил и в итоге выкатил сервис по тому, который… Ну, он просто показывает в данный момент времени мосты разведены или соединены. Вот. Просто сам взял и сделал. Просто потому что ему стало интересно. Он не математик, он просто чуть-чуть запрогал, несколько строчек там кода сделал. Ну, чуть подразобрался, в итоге получилось. Искусственный интеллект – это там несложно. Это то, что можно просто уже брать и делать. Особенно, если есть какие-то датасеты, их в интернете сейчас полно. Вы просто закачиваете, пробуйте к ним все применить, все работает, все классно, вы начинаете развиваться дальше. А теперь давайте вопросы, которые у вас есть. Первый про переобучение был, да? Действительно, такая проблема есть. Почему она есть, откуда она пошла? Допустим, у нас есть один объект, а у нас модель линейная. Линейная модель – это прямая линия, которая разделяет объекты на два класса, допустим, да? Вот как мы ее проведем здесь? Ну, допустим, даже два объекта есть. Вот этот объект нулевого класса, а вот этот объект первого класса. А нам нужно отличать объекты нулевого от объекта первого класса. Почему это проблема? Потому что вот такая линия и вот такая линия, они будут правильно на вот этой обучающей выборке нам показывать разделение, правильно? Качество будет 100%. Мы проверим, вот построили одну, построили вторую, обоих 100%, какую выбрать – непонятно. И вот это как раз проблема переобучения, когда нам выборки недостаточно для того, чтобы вообще сказать, как модель построить. Поэтому мы можем разными методами это преодолевать. Первое – это увеличение выборки, но он не всегда доступен. В картинках это просто. Повернул картинку на 10 градусов, другая картинка получилась, там совершенно другое распределение пикселей. Соответственно, отобразил зеркальную картинку, то же самое произошло. Легко. В банках сложнее. Вот у нас пришел клиент, у него есть там описание по скоринговой карте. Нам нужно понять, выдавать ему кредит или не выдавать. Это тоже модель. Кстати, там строятся линейные модели, потому что они интерпретируемые. Это к вопросу о том, почему опасен искусственный интеллект, потому что многие модели искусственного интеллекта неинтерпретируемые и непонятно, как они себя поведут. Поэтому в банках строятся все модели интерпретируемые, чтобы в каждом конкретном случае понятно было, почему он так себя повел. Соответственно, есть различные ограничения на модели. Например, у этой модели будут очень большие веса модели, параметры модели. Они будут очень большие, выходить за машинную точность, все дела, поэтому мы будем их как-то ограничивать. То есть много способов есть, которые позволяют бороться. Я ответил на твой вопрос? Да. Хорошо, давайте дальше. Почему питон? Почему не и си? Смотри, си сложнее. Это во-первых. Ну, он точно сложнее. С этим, я думаю, никто не будет спорить, что си сложнее, чем питон. Из-за этого он не может распространиться очень сильно. Он распространен там, где нужна скорость. Ну, плюсы распространены там, где нужна скорость. И действительно, в машинном обучении, в искусственном интеллекте нейронные сети пишут на питоне сначала их инфраструктуру, потому что это быстро. Их обучают, смотрят, какая архитектура оптимальное решение дает. А затем переписывают эту сеть, эту всю архитектуру на плюсах, чтобы она работала быстро. Потому что так она работает долго. Вот. Это делают. Но просто вот питон позволяет быстрее наушные исследования разработку производить. Вот вы приводили, например, про банк. Там ведь интерпретируемое надо. А питон ведь не... Интерпретируемое с другой точки зрения. Прости, если ввел тебя в заблуждение. Есть модели, допустим. Кто знаком с линейной регрессией? Что это такое? Это когда у нас есть целевая переменная y, да, вот так, y, вот так вот. И есть x. Это зависимая. Ну, это вот переменная, это зависимая переменная. Соответственно, нам вот есть там две точки, и нам нужно через них линию провести. Соответственно, мы проводим ее вот так. И у нас понятно, что y это равняется ax плюс b. Вот это линейная модель, самая простая. Допустим, здесь не x, а x1, x2, x3, x4. То есть ax1 плюс bx2 плюс cx3. Идею поняли, да? Почему эта модель важна для банков? Потому что здесь они видят коэффициенты перед x1, коэффициент перед x2, коэффициент перед x3. И они понимают, что если x1 увеличится на 1 десятую, то это на целевую переменную повлияет таким образом. И это называется интерпретируемостью модели. То есть мы понимаем, как она работает в зависимости от входных данных, от x. Но если этого нету, а в нейронных сетях этого нету, там очень сложные операции происходят, мы там не можем сказать, что вот если мы в входных данных что-то так изменим, то в ответе это так повлияет. Не можем сказать. Мы не можем там оценить, как модель себя поведет на выбросах, на каких-то аномальных данных. Вот. Там этой интерпретируемости нет, она отсутствует. Поэтому здесь интерпретируемость с точки зрения математики была, не с точки зрения программирования. Еще вопрос. Нет. Ну супер. Тогда у меня к вам вопрос, было ли это интересно. Кому было интересно, поднимите руку. Все, супер, все подняли. Я рад, я счастлив, что был вам полезен. Все, спасибо за ваше время. Спасибо. 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 Спасибо.